В этом видео будем делать белое вино из винограда августовский. Данный сорт у нас уже набрал в районе 18-19 брикс. Осталась у него небольшая кислотность. Будем сейчас его срывать для вина. Вот такой вот шикарный виноград. Так. После сбора винограда ягоду отделяем от гребни ножки. Убираем такие зеленые ягоды. И дальше давим виноград на дробилки. После дробилки мезга выглядит следующим образом. Сейчас сюда добавляем метабисульфид и ферменты. Ферменты у нас для отделения от шкурки мякоти, для того, чтобы выделялось больше сока. Завтра будем его давить на прессе. Опускаем на холодную мацерацию в погреб на одни сутки. Померили кислотность у августовского. Получается где-то тройка, потому что у нас цвет между. Сахар 18. Достали мезгу из погреба. Как видим, у нас уже отделилась мякоть от кожицы. Прошли сутки в погребе. Теперь все закладываем в пресс. И выдавливаем сок. Вот так после пресса выглядит шкура. Винограда. То есть она сухая. Возможно стакан еще сока здесь есть. Но мы додавливаем до такого варианта. И оставляем. После пресса опускаем наше сусло еще на одни сутки в погреб. Для того, чтобы оно осветлилось. В данном сусле у нас уже есть ферменты для осветления. За сутки оно у нас осветлится. Достали сусло из погреба. Сейчас меряем рефрактометром сахар. И корректируем сусло под ферментацию. Сейчас в сусле 18 брикс. Доводим наше сусло до 21-22. Добавляя сахар. Также можно использовать для лучшего варианта. Это либо фруктозу, либо декстрозу. У нас будет в нашем случае сахар. Сейчас добавим. По рефрактометру разведем до 22. И будем добавлять дрожжи. Вино с августовского мы будем делать на лалвиновских дрожжах 1118. Также добавим сейчас активатор брожения. В бачке у нас приблизительно 12 литров. На данный объем нам понадобится 3 грамма дрожжей. А также 3 грамма активатора. Значит, как активируем дрожжи? Ждем, пока наша температура снизится до 38 градусов. И всыпаем наши дрожжи. Так, снизилась наша температура до 38. Теперь на поверхность воды аккуратно всыпаем дрожжи. Нужно, чтобы они плавали равномерно. Дрожжи в теплой воде быстро у нас растворяются. Аккуратно помешиваем чашку. Они у нас намокают. Садятся на дно. После чего их можно помешать. Все, теперь оставляем дрожжи на 15-20 минут. Дальше я покажу, что нужно с ними делать. Прошло 15 минут. Температура у нас упала до 30 градусов. Дрожжи у нас растворились. Осталась только небольшая часть. Теперь в этот стакан добавляем половину нашего сусла. И ждем еще 15 минут. Так, температура снизилась до 26 градусов. Ждем еще 15 минут. И можно вливать в наше сусло. Так, довели сахар до 21,5 брикс. Прошло еще 15 минут у нас. Как видим, пошла пенка. Это значит, что дрожжи у нас нормальные. Начали они активироваться. И теперь смотрим. Целых гранул нету. Можно вливать в наше сусло. Все. Температура сусла на данный момент 20 градусов. Вносим наши дрожжи. Перемешиваем. И ждем, пока у нас наше сусло забродит. Как видим, вино очень хорошо разбродилось. Срочно опускаем его на ступеньки в подвал. И понижаем ему температуру. Сегодня у нас третий день активного брожения белого вина. Нужно добавить подкормку для средней стадии брожения. И так вносим ее в наше сусло. Девятый день брожения сусла из винограда в густовский. Как видим, сусло имеет зеленоватый оттенок. Это нормально. А также оно мутное. Так как продолжает бродить. Уже видно спиртуозность сусла на бокале. Сейчас понюхаем его. Сусло передает запах винограда, из которого вы его делали. Слегка чувствуется дрожжевая нотка. А также чувствуется его спиртуозность. Сейчас померяем сусло на сахар. Сахар на данный момент у нас приблизительно 6. Так как мы делаем из него сухое или полусухое вино, ему нужно еще побродить. Дальше сусло у нас будет стоять в погребе на тихом брожении. Раз в 2-3 дня мы будем помешивать дрожжевой осадок для того, чтобы выбродить сахар. И когда у нас выбродится весь сахар, будем сливать вино с осадка. Показывать это я буду в следующей серии. Эту серию хочу выпустить для того, чтобы кто сейчас делает виноград по белой схеме, могли воспользоваться данным видео и приготовить белое вино. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok